Зал Сибекспоцентра едва вмещает всех желающих. Город пришел послушать своего мэра. Стандартное официальное мероприятие. Годовой отчет главы муниципальной администрации. Впервые проходит в новом формате. Дмитрий Бердников будет подводить итоги не для коллег и депутатов, для обычных иркутян. Начинает с заявления, что будет говорить не только о достижениях, но и о проблемах. Обозначает главные приоритеты работы городских властей в 2015-м. Дети, здоровье, дороги, жилье. Сначала дети. В минувшем году было открыто 13 дошкольных учреждений. Местами обеспечено более 2000 маленьких иркутян. На очереди школы. Две уже строят, две еще в проекте. Вчера вечером стало известно, что проект школы жилого комплекса «Эволюция» на 1275 мест, напомню, это самая большая школа в области, включен в реестр типовых проектов школ Российской Федерации. Это реально повышает наши шансы войти в федеральную программу «Большая перемена» и получить финансирование строительства этой школы. Это большая победа и большая заслуга наша с вами. Здравоохранение, хоть и находится в видении области, а не города, без внимания не осталось. В каждом округе Иркутска зарезервировано по несколько площадок под строительство поликлиник. Открыто три врачебных кабинета в микрорайоне «Союз», «Новоленино» и в поселке «Энергетиков». Вчерашних выпускников мединститута и медучилища город будет поддерживать материально. В рамках полномочий муниципалитета мы будем выплачивать подъемные молодым врачам по 100 тысяч рублей и среднему медицинскому персоналу по 50 тысяч рублей. Из-за этого я тоже благодарен депутатам городской думы, поддержавших мою инициативу в этом направлении. Эта мера поддержки полагается медикам, которые оказывают амбулаторную и скорую медицинскую помощь на территории города. Ремонт дорог в 2015 в порядок привели на Польную, Байкальскую, Партизанскую, Пескунова 30 проездов в частном секторе. Занялись подъездными путями к садоводствам. На 2016-й тоже большие планы. В этом году начинается капитальный ремонт магистральной дороги в районе Старокузинхинской улицы. Продолжится работа по расширению Покровской развязки. Как только установится теплая и сухая погода, приступим к текущему ремонту дорог. На встречах в округах мы обсуждали, какие это будут объекты. Вместе с иркутянами обсуждаются и новые маршруты общественного транспорта. Предполагается, например, пустить автобус от Нижней Лесихи в центр города и от Синюшиной горы до центрального рынка через Академический мост. Мэр обещает, за пассажирским транспортом будет установлен строгий контроль. Залог стабильности в сфере общественного транспорта – это устойчивая работа муниципальных предприятий. Иркутску необходимо не менее 100 единиц подвижного состава. К сожалению, ни один отечественный завод не может одномоментно поставить нам такой объем автотранспорта. Решено приобретать транспортное средство партиями. Первая партия из 20 автобусов для нашего МУП «Иркутск Автотранс» поступит уже до конца мая. В завершение Дмитрий Бердников напомнил, в этом году Иркутск отмечает 355-летие. А праздновать город начинают уже сейчас трудовыми буднями. Так определены 84 участка в черте города, которые при поддержке бизнеса и добровольцев должны стать новыми парками и скверами. Галина Тюрнева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.